Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Чувствую, что отношения сходят на нет, причин я не понимаю, взяла паузу, очень переживаю, через пару дней написать, если через пару дней написать человеку, у тебя все хорошо, чувствую, что что-то не так может быть, у тебя чем-то обидело мне дорогие наши отношения, это будет выглядеть как выяснение отношений, унижение, причину ухудшения отношений я действительно не знаю. Ну, во-первых, здесь стоит обратить внимание на ваши противоречия, первая противоречия заключается в том, что вы чувствуете, что отношения сходят на нет, но берете паузу, это первое, это несколько противоречия, противоречиво, потому что, если вы чувствуете, что отношения сходят на нет, то, пожалуй, было бы, наверное, более, более, что ли, ну, более логично, да, не выходить из отношений, вообще, то есть не отдаляться, вот, вы же отдаляетесь, и это выглядит несколько странным, вот, это первое. Второй момент, мне показалось, что, да, отношения могут, действительно, отношения, отношения, ну, действительно могут сходить на нет, да, отношения, действительно могут, ну, пересевать в какие-то вот моменты, моменты, ну, падения, да, или спада активности, вот, но вы, как будто бы боитесь, вы, как будто бы боитесь, что вас бросит, как будто бы боитесь, ну, остаться одной, вот, как будто бы вы боитесь этого, вот, и если это действительно так, то есть если вы действительно боитесь того, что вас, вот, бросит, то это уже история именно про то, чтобы постараться понять и увидеть, а чего же вы, собственно говоря, боитесь-то, вот, то есть что такого страшного в этом для вас, вот, следующий момент, момент, необходимо проанализировать ваши отношения, необходимо проанализировать ваши отношения и постараться понять, что объективно происходит, не то, что вы чувствуете, не то, что вы чувствуете, не то, что вы, не то, что вам кажется, а именно, 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 то, что происходит на самом деле, понимаете? Вот это, очень важный момент, если мы будем опираться только на то, что вам кажется, вот, то мы рискуем, в общем-то, скатиться в иллюзию, чего мне, опять же, для вас лично не хотелось бы, вот, и если писать человеку, человеку, чтобы писать человеку о том, что вы хотите, вот, и уж совершенно точно не писать человеку, а, ну, как бы, обобщая, да, то есть обобщение тогда, вот, такая здесь, на мой взгляд, история, то есть я предлагаю вам, значит, в первую очередь, отделить свои чувства, свои, вот именно, свои чувства, отделить от того, что происходит на самом деле, вот. И вот, когда уже вы сможете это сделать, тогда, тогда уже и выражать какую-то свою позицию, тогда уже говорить о том, чего вы хотите, и так далее, вот, ну, и было бы неплохо, если бы вы себе не противоречили, вот. Если бы вы не руководствовались, хотя бы, своими механизмами защиты, которые у вас есть, вот, потому что сейчас это выглядит, ну, именно, да, именно так, что вы чувствуете, что вы чувствуете, что что-то не так, а это что-то, а, может быть, история, истории про несоответствие, там, например, вашего ожидания, да, да, к примеру, вот, вы интерпретируете это, как, ну, факт вас вас бросает и предпочитаете отдаляться, вот. Ну, это, вот, не до чего хорошего, конечно, на мой взгляд, довести не могу, вот. Вот, как-то так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Я желаю вам всего самого доброго, я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Всего самого хорошего.